Здесь, вот видите, написано кино «Святозор», вот там вдалеке, видите, козырёк, заходите вовнутрь туда, проходите 20 метров, смотрите влево, и там самая лучшая пирожница, в Праге, хорошая, с правой стороны пассаж, рок-ок-ок, через него проходите, колька их ногами несёт, прямо здесь, улица с правой стороны Штефанская, все улицы кривые, дело в том, что все строили в 14 веке, задача была такая, что построить таким образом город, дабы он представлял себя, дать более объективно, он должен представлять из себя огромную торговую площадку, европейцы страшно прагматичны, в общем, торговые, выиграли прогрессы, с левой стороны, кстати, находятся здания, у которых фундамент ещё готический, поэтому кривизна, действительно лицо, очень хорошо, с правой стороны улица Краковская, назову в честь Кракова, это так, без вязких слов, извините, не сдержался, итак, с левой стороны теперь память о ребятах, которые сами себя сожгли, вот прямо у музея, он был давно, в 69 году, я, Палых, Ян Зайц, причём, что интересно, жертва была не напрасна, в итоге на их монетизацию вышли люди и победили социализм, с левой стороны мужчина с книгой, это книжка, на которой все французские президенты принимают присягу, переписана в Сазарском монастыре, а память святому Васову, тогда её передали в руки девочки, которая вышла замуж за дофина, ставшую французским королем, от Ярославной, знаете, эту историю, вот, а передали её прямо отсюда, с левой стороны корпус народного музея, это верхняя часть города, и это конские ворота, итак, Васовская площадь с 1348 основания до 1739 служила местом, где торговали лошадьми, лошадки, это лошадку жизнь, пришпорит, торопится ездок, от счастья и от горя, но все на волосок, от рада нас морочит, ластит, свинёт, стрепорова пророчит, и вскоре увельнёт, правильно говорю, или нет? Бурки мотал, ну конечно, а вот так дай-ка мне, пальчиками, 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 Женщина, ай, женщина, ребят, таблетка специальная, ой, какая молодец, таблетки, найду, не поваляешь, не поешь, да, ну, не кажи, не кажи, кумар, сама люблю военных, сейчас немножко волосом дадим, так улица называется Междуворотная, Мезебранская, вниз уходила улица Житная, на поверёвочке спускали, телеги на Карлову площадь, это все новый город, справа двинется стороны Сокол, военно-спортивное объединение сейчас существует в славянских государствах, вы знаете, конечно, вот какие двинется, вот какие, это военный, изначально военный, площадь у Петровича Павловна, его знают все, причём знают не его собаку, да, на самом деле физиолог, в честь него называется площадь, в ней пошла улица Чменная, с правой стороны, жёлтый щит, зелёный человечек, ресторан у Калиха, описано произведение Абрама, солдат швейки, да, улица Сокольская, с параллельно улица Легерова, Легерова, Легионин, те, которые шли воевать на стороне Российской империи против Австрийской империи, причём мы все думали, что чехи были очень сильно за Российскую империю, да нет, им просто хотелось получать свободу, а условие было такое, воюйте против австрийцев, немцев, венгров, получая свободу, и будьте таковы. Дело в том, что территория богемии, богемского княжества, где мы находимся, изначально так называлась территория, создав империю, оказалась её заложником, потому что власти пришли в Габсбурге, бесстыдно меняя правила. То есть правила меняли, и всё. То есть должны были передавать следующую власть династии, где были мальчики, если заканчивалось, у этой семьи, то есть, допустим, у Габсбурга, от Марии Терезии не было мальчиков, поэтому они должны были отдать династию другой семье. А они сказали, мы Габсбурги лотаринские, и всё. В общем, собственно говоря, австрийцы зажали чехом, но чехи выкрутились с помощью Первой мировой войны. С правой стороны вышлепередский костел Петра и Павла. Вокруг него захоронение великих чехов. Баджик Сметана, Антонин Дворжик, Альфон Смуха, Янгев английский Поркин. Этот человек, который изучал вам, Петрович Павлов, дополнил свою диссертацию Нобелевской. Нобелевский луреат, точнее, в 2004 году. Ну и там же лежит Карел Чапок и много ещё кто-то. В этом храме впервые короновался Карел Чапок. Слева страны Каринтина. Каринтина. Вот. Ну а перед вами находится очень красивое место. Да, это улица 95-го мая. Ну, Бадал уже знает, что это такое. Три девчонки слышали, да? Что память о восстании. Естественно, вы знаете, что за восстание. Восстание – это 1945 год, когда мы сюда пришли войска. В итоге Первого Украинского фронта. Но вообще-то на самом деле они пришли много позже. Мне же началось восстание. Восстание началось 5-го мая. А 9-го пришли войска. Уже война закончилась. Людям было, конечно, не хотелось умирать. Американцы сказали, что они с англичанами не собираются нарушать договорённости. Помните, линии демаркации неправильно сделали, потому что всё было решено. Вот с левой стороны здесь, в суде, решили наказать, причём смертной казею, мальчишек, которые отказались отдать флаг немецкому полицейскому, который называется вообще гестополицу. Мы вот их взяли на глазах и его разорвали. Те сказали, что это государственный флаг, а чешские полицейские сказали, что вообще-то это мы оккупированные страны, так что это не наш флаг, это ваш флаг. Вот как украдено, говорит. Мы украли, говорит, не мы, а вы украли. Примерно вот так. Вообще был конфликт. Закончилось тем, что полицейские чешские выскочили защищать ребят. Ну, в общем, вот здесь немцы, вот в этом районе, давай сразу убьют людей. Я как-то здесь неудачно поставил машину. Полицейские подходят, я встречал, знаете, как сейчас апартаменты. Что думаю, какие апартаменты? Дома 30-х годов 20-го века. Что там за апартаменты такие? А вот я вот хочу сказать, что чехи придумали стим функционализм. Ну, вот эти дома 50-х годов 20-го века. Вот те, которые с башнями сверху. А вот с правой стороны, смотрите, в глубине, с кирпичной крыши. И это 30-й год. Вот, вот так чехи строили. Я даже кому-то рассказывал, что им на чехе придумали стилистическую функциональность. То есть четыре стенки, два окна, потолок, полк. Вот 30-е годы, 20-е годы. Здесь же никто ничего не бомбил, так что все настоящее. Поставил машину, меня полицейские прихватывают. Вот. Ну и сразу открывает, хотел уже выписывать. Я говорю, в чем дело? А я знак не увидел. Просто вырубил. Знаете, как из-под ворот? Хитрым путем. А он услышал, говорит, диалект. Говорит, а ты сядь с кем сверху? Я думаю, вообще не знаю, что ли. Он говорит, ну давай, все. Отдал мне. Честь, не шел. Я говорю, а в чем дело? Он показывает на знак, и на стенку дома. Я, конечно, посмотрел на знак. Какой знак? Справа, как спрещено? Конечно, да, 327. Извините, B28 называется. Да. А, да, остановка, обычно. Вот. А потом к дому подошел, время у него еще есть. И вот под таким слоем штукатурки, вот таким, вот таким. Вот таким. Табличка мраморная. Ну и написано, что нацистов убили какую-то девочку. И вот люди это помнят, никогда и не прощают. Ну да. То есть, вот в этом районе освобождали их. Как ни странно, почему ни странно, что здесь же началось восстание. Вот здесь освобождали как раз-ки ребята Кунива. А в том районе, где во дворе стоило памятник Кунива, он на самом деле во дворе стоило. Причем недалеко от украинского посольства. Вот. Я его много раз видел, я там учился, рядом в техническом университете, рядом находится. Ну вот так вот. Причем на детской площадке устроили. Прямо вот реально вот стоит память. Да. Вот этот район освобождали как раз-ки ребята Власов. Те самые знаменитые Власовцы, слышали. Вот. Вот из-за этого, собственно говоря, сказали, нужно перенести память, и потом в итоге его сняли, ну как полагается у славян. Сняли, забыли. Я не знаю, что он у нас память, но его никто не сломал. Он лежит. Первый Украинский фронт очень сильно постарался. И вот 44-й год освобождали в Турничек-Словакии. Ну такая... Ну как ни странно, что Иван Иванович Кунев вот первый раз, когда лежали в Пратиславу освобождать в 44-й год, вот опоздал. Тут в Праку опоздал. Если не может, и ребята Буйниченко, это есть Власовцы, или Роман Буйниченко, я думаю, что в городе было бы намного больше смертей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова